Всем добрый день. Прежде всего, я хочу от души поблагодарить организаторов этой конференции, потому что эта конференция крайне полезна и весьма интересна. Мы хотели бы представить вашему вниманию доклад на следующую тему. 8-ox2-desoxygonzine, биомаркер старения и возможный инструмент для биомедицинской профилактики. Мы будем говорить о 8-ox2-desoxygonzine. Первый раз он был обнаружен почти 40 лет назад в жареном картофеле. И он формируется в ДНК при действии гидроксилов. Визуализация его приводит к мутациям, которые заменяют формации некоторых из этих генов и также сшивок протеинов ДНК. И когда мы говорим о сшивках ДНК, мы говорим о специфическом оксигонозине гликозинаде. Обычно диоксигонозин находится именно в этих местах. 8-ox2-desoxygonzine очень часто используется как биомаркер кислородного оксидативного стресса при старении. И вот это увеличивается по мере старения человеческого организма и организма разных видов. Также благодаря аутоиммунным заболеваниям, окислению стрессом, например, изменению диеты, курения и другие подобные факторы. И 8-ox2-desoxygonzine может также действовать в качестве регулятора генной экспрессии. Он может прямо и косвенно быть связанным с этими структурными изменениями. И также косвенно через метилирование. Группа корейских исследователей провела ряд исследований. Это демонстрирует тот факт, что 8-ox2-desoxygonzine может иметь терапевтический эффект при воспалительных и аллергических заболеваниях. Но сюда входит также специфическая супрессия активности оксидазы над pH, циклоксиогенозы. И это требует активации липоцита. Мы провели свои эксперименты, используя стационарное старение трансформированных клеток Джеймса Ханта как реферсную реперную модель, как можно замедлять эти процессы. И наступает момент, когда эти явления снижаются. Это не связано с изменением среды или различных диет. Это просто то, что аккумулируется в клетках стареющих организмов. Мы это показываем как коэффициент, который возрастает на фактор А4 или А5. Вот в такой модели устойчивого стационарного старения. Мы смотрим, как влияет 8-моксидагонин на клетки, как он влияет на пролиферацию и токсидагонин. Он влияет на различные клетки. Но клеточной культуре он не повлиял значительно. Мы смотрели в течение 5 дней культивации. И он никак не повлиял на активацию роста. В то же самое время в аналогичных экспериментах с плотностью клетки в экспериментальной культуре X8DG в концентрации в 1 микромоль. На 19-й день было на 60% меньше. Мы рассматривали также влияние экзогенов в культурной среде. Мы смотрели на цорбцию больших количеств, 8-моксидагонин, в течение 24 часов. И мы показали, что дополнительная экзогенная среда в клетках ведет к редукции этого содержания в ДНК на фактор 5. И это возвращается, на самом деле, к уровню типичному для молодых клеток. Может быть, это из-за активации процессов восстановления клеток ДНК? Экспериментальные результаты показывают, что добавление 8-моксидагонин в культуру клеток существенным образом оказывает влияние на активность и клеточный рост. Мы предполагаем, что экзогенная 8-моксидагонин сможет активизировать систему антиоксидатного защиты и репарации ДНК без оксидативного стресса. Мы считаем, что мы будем наблюдать широкий эффект данного уровня. Спасибо большое. У нас есть время на несколько вопросов, если существует, если у кого-то возникли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.